привет друзья с вами вами и это выживающие вампиры вновь пару дней назад я их стримил и мне в принципе зашло так что попробуем поиграть еще на видео может быть потом на стримах посмотрим было несколько патчей мелких всяких может быть русификацию пофиксили вы проверим просто чтобы посмотреть как она ну и да на стриме побегали немножко первую локу потом прошли один раз вторую локу условно прошли и потом собрали карту и бестиарий на 3 локи модная музыка показываете по дисковница может быть но типа я местонахождение безумный лес башни гала у этих знак вопроса на иконка леса так что я подозрительно смысле бэкграунд леса так что может быть они в лесу спавнится непонятно или может быть просто у всех показывает лес ладно в плане усиления ничего пока что не могу купить больше а тут есть также анлоки которые надо наверное посмотреть достигнуть 60 уровня молочном заводе 80 уровня в башне продержаться 5 минут играя за джинара есть у меня такой вообще персонаж может быть открывает бычье сердце 10-15 минут за пугналу джованну матчо кончатта короче 20 минут с проклятием не менее 10 процентов 30 минут играя за ламу получить пентаграмму седьмого уровня шкатулку я не видел шесть разных видов улучшенного оружия одновременно 5000 монет за один забег мне казалось я зарабатывал больше в библиотеке не не уверен насчет этого найдите каменную маску открывает каменная вас катей волшебный расколбас что открывает выбор музыки слезы чередейки но видимо часть из этого это какие-то тоже реликвии которые нужно находить на конкретных уровнях ну ладно за джинара там нужно было выжить джинара у меня не открыт но я могу нет я не могу открыть потому что 850 денег по-моему ни за кого из этих там не нужно было или нужно было нет ни за кого из этих это сложно надо было выписать явно нет а я думаю я хочу вернуться вообще на первый уровень обратно и посмотреть что там есть что можно с картой увидеть также может быть пройти этот ляс и также может быть я хочу сегодня точнее не может быть а точно я хочу прокачать кнуты до упора и святую воду упор и посмотреть что из этого получится но и в плане персонажа что какие варианты если я хочу прокачать кнуты то может быть имеет смысл стартовать с кнутом но с другой стороны кнут достаточно часто оружие так что не должно быть особых проблем может быть клеричи клеричи не знаю святая вода старта плюс 0 5 здоровье в секунды плюс 50 макс здоровья начинается временным с временным бонусом к области интересно вот раним и четвертая карта у меня четвертая карта мне открылась вся пятая карта мне открылась бонус враги не двигаются интересно но я все-таки хочу сначала в безумный лес сходить бонус к радиусу там был неплохо так и наверное он точно так же как у другого чара при левой лапе отваливается но также это сильно менее удобно чем бонус к скорости атаки можно чуть поубивать ботнов так ладно короче я собираю уровень и посмотрим кольцо мол не всегда хорошо библию наверно тоже стоит прокачать я думаю возьму библию потому что сейчас либо кольцо делает примерно то же самое что святая вода смысл фига мне слева бонус к родился не пропал с библии он не очень не очень удобен надо окно явно хочу хорошо а можно мне постоянный такой бонус к радиусу а то это весело может быть она до какого-нибудь пятого уровня очень такое так наруч нужен чтобы апнуть кинжалы по моему которых у меня нет из этих трех я бы наверно взял крест и не нужен клевер насколько помню и я также возьму сундук и простит получение круто отлично больше кнутов от всегда хорошо так и надо на самом деле посмотреть карту так что гау глянем центр то где я сверху пустое сердце которое мне нужно сверху слева какой-то череп справа знак вопроса снизу азат пути это что а это показывает строитель этих предметов надо пустое сердце в любом случае хочу взять но также но также на стриме в чате писали что эти предметы берутся сверху максимум то есть я могу в теории набрать сначала шесть других пассивок а потом пойти взять пустое сердце все равно путь кнут наверное но с другой стороны не уверен насколько хочу это делать я явно хочу апнуть кнут просто так ну вот бонус радиус пропала и видимо действительно он был до 5 уровня и теперь мне очень маленький радиус окей мне что-то кажется он даже стал меньше дефолтного у других чаров нет мне область прочерк хорошо собирать немножко кристаллов я думаю пойдем все-таки наверх смотреть смотрите собирать сердце также шпинат справа правильные лет металла снизу клевер клевер мне нужен для кнута для для креста точнее от на библию пока что когда-нибудь туда тоже нужно будет взглянуть что-то тоже улучшал я не помню что вроде бы для святой воды нужен был магнит которыми нифига не предлагают плюс эффект плюс длительность эффекта это нужно для библии так что тоже возьму и плюс это помогает для святой воды дольше овлежьте остается она также наверное все таки скрою пути пока что она чуть отвлекают я примерно знаю куда мне это я не хочу брать крест или библия на еще уровень креста 3 библии нормально работают вроде а скоро богомол должен заспавнить вас мне бонус к регену и у меня полностью вкачан простой реген по моему так что я хп в секунду восстанавливаю и это должно быть вполне терпимо и играбельно окей что я хочу еще из оружия волшебный жезл сочетается с пустым флиантом как раз или кольцо молнии кольцо молнии дупликатор который я скорее всего хочу взять в любом случае го кольцо так бэтмен омри когда-нибудь это мне явно не нужно огненные жезлы я тоже не хочу так что святая вода и возьмем сундук еще обгрыкнута отлично так было бы неплохо собрать эту экспу а это огнет и там большой мешок золот наверное на самом деле было неправильной страты и стоило оставить от огнемет до блин я не хочу все эти вещи но стоило оставить огнемет до спавна богомола с его кучей цветов вокруг может быть я точно не голуби черного потому что он сочетается белым голубем которого я явно не смогу получить это и другое оружие вроде бы так что это нехорошо ланцет я понятия не имею с чем апается топор апается с увеличением радиуса что-то такого чтобы он нормально хорошо так же было бы нормально все-таки получить магнит но или или еще кнута путь ладно это тоже нормально деньги еще и экспо так не стоит подбирать еду но стоит подбирать экспо еще святая вода броня мне не нужно потому что у меня нет того что с ней сочетается пустое сердце я в любом случае возьму потом что думаю больше святой воды надо обойти чтобы мать с активнее бить готов одна возьму сразу сундук еще уровень то какой уже шестой еще два экспо и еще немножко экспо раз у меня кнут уже достаточно близок к апгрейду может быть я хочу все таки пойти на север и забрать там пустое сердце я надеюсь что это так работает что это просто такой же предмет то что выглядит так же ну а пока что еще уровень святой воды стая бэтменов была на самом деле это была стая экспо я все же пойду по идее из просто фонарей падают магниты иногда правильно так что мне стоит их фокусить чтобы если что примагнитить всю экспо на уровне тем более что с таким регионом как у меня и да не то что прям супер нужна может быть я не прав и магниты падают врагов или чё не такое что они явно падают просто так изредка так можно все вот эту толпу зеленую убить а не понятно что вы делаете ладно еще святая вода клевер мне нужен будет но я могу его подобрать наверное так что он не приоритетен так немножко еще экспо и еще немножко я все-таки пойду еще саверня насколько я близко вообще далеко так надо активнейте с другой стороны пока я не отнул кнут до упора мне она и не особо-то и надо окей крылья я не уверен помогают ли точнее я уверен что не помогают ничему что у меня сейчас есть хотя сами по себе они вполне помогают я думаю еще уровень святой воды мне кажется этот сундук может опнуть кошку там писали что типа только после десятой минуты но явно семь с чем-то у меня было на стриме когда apple но не на этой карте может быть от зависит от того на какой карте или еще от чего-нибудь короче вернусь к сундуку потом пока что я пойду дальше вверх длительность не в окно утапнуть стаи бэтменов стаи бэтменов очень мешают когда я иду вверх и она сверху прилетают или я иду вниз и она снизу прилетает даже когда она встреча мне идет там времени на реакцию меньше и когда это вверх или вниз то же времени на реакцию меньше потому что экран не квадратный вверх и вниз от него персонаж до края экрана меньше расстояние чем вправе влево я бы хотел все это зачистить что-то явно куча экспо это сундук со светящего себя там может быть может быть и нет посмотрим а седьмой уровень святой воды на самом деле может быть занять все слоты как можно быстрее это хороший план потому что мне сейчас предлагают кучу разного хлама который мне может быть не нужен если у меня все слова то заняты то мне будут предлагать только апгрейда но хотя технически если я возьму там пустое сердце мне будут просто предлагать апгрейда этого пустого сердца вместо него не уверен пустой фолиант мне не нужен шпинат по моему мне тоже не нужен вроде да но он есть на карте в любом случае классный свет который нифига не дам так а тут есть проход внизу чуть-чуть совсем чуть огромный толпу скелетов ну скелеты слегка ваншотные так что это огромный толпы экспо особенно когда они так и заходит в огонь и сгорают ну точнее в воду также немножко не понимаю интерфейс апгрейды в том плане что продлевает эффект на 0 5 секунд в квадратных скобках все 10 базового урона то есть типа это плюс 10 базового урона всего оружия или что имеется ввиду не уверен возьму апгрейд теперь мне нужен только магнит потому что вода так что просто получить магнит который ни разу покажет не впадался и можно быть что-нибудь интересное с этим сделать я не знаю что именно но что-нибудь так я подобрал еду и не хотел золотат хотел а это эволюции от пара да как минимум слот занять сам топором нифига не апнут но все же это опыт и скелетов а там огнемет есть так пропустить счете еще длительность нам вполне нам а клевер нужен остальное нет так что очевидно и еще клевер может быть стоило пораньше кстати брать раз шанс везения это мне будут предлагать иногда несколько вещей не несколько типа на одну больше то есть четыре мне так предлагают несколько вещей для бабах в магнит сфера да и крест и кнут библия еще магнит и сфера потому что потому что лут и теперь можно брать сундук и этап нет меня спорта идея в том что для того чтобы брать сундук нужно добраться до сундука до 3 предмета до топор библия и вода гуща улучшенная святая вода зона урона смещается я не успел прочитать зона урона смещается еще лево библия добыть и близко и ближе всего на зона ко мне подтягивается это не то что прям супер мега полезно но это лучше чем чем статичная очень отчет миша бьет потому что я ничего не вижу ну ладно кнут восьмой уровень я не понял что это дает кроме того что куча денег по всему экрану может быть за убийство я получаю деньги типа пока едва придет мне нужно массово убивать было бы логично надо смырой библии урона как-то совсем не хватает я где-то у стоп она отмечает что внизу где-то есть магнит прям в том что от него не дойду показать пути для него покажет зажимают так надо панкнут нам не нужно пустое сердце чтобы чтобы что-то с этим сдавать магнит чуть правее выше не покажет библия я могу так взять пустое сердце твердь да слишком недостаточно пас может быть но я открыл что-то и улучшил святую воду но может быть стоит все-таки фокусить апгрейды чего-нибудь более дпсного и более направлено дпс нова в том плане что типа кнут крест топор сильно лучше позволяют мне расчищать путь вокруг себя чем святая вода которая рандомно по экрану дамажит врагов но ладно допустим кость интересно больше снарядов на каждым за каждые 20 уровней как и этот чай ладно она и откроет джинара у него конечно ножи которые не очень но у него плюс один снаряд и также во первых на же мне тоже нужно путь во вторых мне нужно за него прожить пять минут я думаю это будет не очень сложно я туда же пойду потому что все хочу собирать эти интересные вещи а тут все то же самое да но не на самом деле нет в прошлый раз шпината и клеверов было больше интересно почему у меня сразу из четырех выбор не уверен я возьму кольцо молний так не на это хорошо это настолько хорошо что наверное стоит тусить и выживать какое-то время дождаться спавна босса какого-нибудь и его зачистить огнем этом ладно нажил очень неудобно и но в принципе по урону нормально я все еще хочу пнуть его апгрейд тут еще в прошлом ранее все печально получилось из-за того что апгрейд цветой воды как-то не супер эффективен мне кажется типа ну да он делает эти ауешки перемещающимися то есть принципе святая вода дамажит больше врагов но не то чтобы не то чтобы сильно больше не то чтобы сильнее дамажит то есть там какие-нибудь топоры которые во вся сторону начинают лететь или молнии которые дважды бьют и соответственно в два раза больше врагов дамажит или в два раза больше урона наносит и в два раза больше урона суммарно наносит это как-то намного лучше мне кажется но может отчет не понимаю я возьму святую воду все-таки типа она все равно помогает но грейд у нее какой-то сильно менее ценный чем чем хотелось бы красный смотри топор дам и в последний слот по возможности библию уверен что это прям совсем хорошо но не если я буду апать топор кнуты эту самую библию то будет нормально 1 когда спавнится богомолт типа минусе на татар не уверен что хочу тут пять минут тусить посмотрим корона плюс пентаграммы откажет на комбо но нет если сейчас возьму пентаграмму то я потерял обнимать это по моим такси а план а вы играете парам когда-нибудь по крайней мере это что-то что явно хочу взять пустые сердца меня кольцо молнии будет лучше или наруч чтобы апнуть тинжал итоге на стриме писали что тинжалы очень дпс не очень неудобные хотя на первом левле как-то дпс у них тоже не то что там супер большой но будем надеяться что это первом левле так когда нибудь об этом кончится кончился еще уровень нажатка может быть пора собирать огнемет но с другой стороны последнюю минуту верите потому фокусе бэтмена и не расчищал толпы спилятов хотя еще нож кнут бы все-таки пропать дальше потому что он не дамажит но не мне предлагают ножи и топоры наш пока что место не очень удобный то что ты тут заросли снизу они мои атаки тоже было читаем и как бы я хочу тусить рядом с огнеметом чтобы у меня была возможность подобрать его когда возраст память но также если я буду тусить рядом с огнеметом то куча все заспавниться за зарослями я не смогу эту кучу всего продамажить окей апгрейд кнута хотелось бы урона не доп снаряды но и так тоже сойдет ножи уже более-менее что-то делает о пошло проходит сквозь еще одного врага или плюс 5 урону кнутов мне кажется урон кнутов будет более хорошим вариантом чуть четко убивал надо было больше фокусе зеленых зомби которые дают зеленые кристаллы но так тоже сойдет что насчет сундука кольцо молнии норм пусть проходит сквозь врагов наш дополнительно пока что у меня только два предмета которые улучшают мои текущие смотки и спасевок блин насколько все было бы в миллион раз проще если бы мне рано выпадал магнит с этим как сильно сильно серьезные проблемы я хочу про под топор немножко хочу пособирать акс пиздайс вот а то так спят тоже хотел пособирать так не понять что это был за звук может быть я иду подобрал случайно но это не точно чуть продамажили но это не страшно вот толку гэтменов это чуть страшно окей апгрейд кнута плюс к урону и плюс к области явно лучше чем апгрейд ножей что еще плюс надо было лишь на но также меня как-то зажимают а может быть точно не полезно топоры нормально у меня уже не настолько зажимают а я на самом деле думаю я хочу крест я в любом случае пойду и соберу плевер когда-то крест и вроде нормально дамажит и они хорошо расчищают путь правда не в ту сторону в которую изначально запускаются что чуть странно я не хотела виду и так получилось святая вода у огня на так дайте хорошо теперь как-то все это собрать с этим есть некоторые проблемы депликатор нужен и это то же самое что апгрейд ножа только на все оружие не только на нож так интересно этот этот дроп нет сундук может быть он дроп нет меня вместо этого блин почему эти бетман такие же лучи но более правильный вопрос почему у меня так мало дамага так так еще богомол крест урон сейчас очень нужен сундук выпал а насколько у меня близко какие-то апгрейды не насколько никакие не близко так что можно сразу брать одинарный плюс у плюс ножи плюс еще один снаряд хорошо не но но уже я запускаю много но урон с них все равно как не супер и вышел чуть и снова один играет плюс урон да плюс урон хорошо полезно скорость и область креста ну вот эти толпы скелетов легко и весело пробиваются и еще плюс снаряд и плюс урон ножа и будет ли на последнем уровне что нибудь крутое типа пробои дополнительного противника может быть магнит да определенно кольцо молнии наверное стоит так базовой скорости снарядов или не стоит топор который проходит сквозь ногов так еще на проходит сквозь еще одного врага я возьму потому что так теперь сундук может не апнуть его то есть мне нужен всего лишь сундук хотя сам себя кнут был бы полезнее кольцо молнии окей у меня нет ничего что сочетается с этими тремя вещами вроде бы так что кольцо молнии и еще кольцо молнии и еще кольцо молнии как она быстро пропасть ну и еще кольцо молнии почему нет в этом дай сундук еще дополнительные снаряды явно хорошо еще снаряды креста нескольким нескольким и и теперь сундук мне его аппетит вместо вместо кинжалов мало врагов огнемет никуда по сути ладно еще апгрейд кнута я пойду немножко пробиваться вниз и левее ставим наверх чем не стоит открыть карты посмотреть нет ли чего-то поблизости и вроде от пример на тот момент когда я ребят с прошлый раз сейчас чуть-чуть лучше получается но чуть-чуть окей насчет пары на самом деле хороши тем что они позволяют расчистить путь там куда я иду потому что они летят в направлении движения то есть именно прорубаться сквозь толпы врагов удобно а вот это вот эта волна меня убила у нее все еще и шансы блин нет там между деревьями у меня снаряды не очень хорошо спавнились немножко мешало как можно еду нет не на радио сбора это хорошо но это мне не помогает выживать прям сейчас по-моему еще раз лип ну или нет что получается выходить только вверх это не совсем то куда я хочу куда дайте отлично еще радио сбора но немножко я расчистил все одно блин немножко того по богомолов блин там сверху закрыта где-то тут два еда и остановка времени судя по карте но на экране ничего такого не вижу не ну еще лево кнута это хорошо ниже было еда и остановка времени блин вниз не сложно пробиваться блин броксу богомолу больше чем чем ожидаешь я умер за этого ладно допустим допустим мне нужно как-то больше хорошего надежного ауе урона с этим есть проблемы а также также может быть еще удачу тут прокачать мне оказалось я реген качал до 0,5 а оно пишет максимум 0,5 то есть у меня 0,3 типа ладно но все равно неплохо плюс 5 процентов урона плюс 10 процентов урона думаю не помешает чеснок бы кстати хорошо зашел с таким стапом потому что он увеличивает нукбэк массово всех отталкивать попробуем тут плюс чеснок плюс магнетизм и это вполне хорошо работает Бэтмен иваншотец правильно да то есть в начале очень хороший буст прокачать от этого а кольцо молний если бы я дапал если бы я что-нибудь дапал как бы у меня было на два разных апгрейда оружия достаточно ресов но у меня не было сундуков и там конечно была парочка боссов но я немножко не мог их убить потому что они были в огромной толпе врагов ладно на этот раз я попробую сразу идти к клеверу может быть это как-то поможет по крайней мере больше выбрана прокачьте я всегда хорошо крест раз я все равно идут к клеверу как такие то есть 2 им и ничего из этого мне не нужно к тому что у меня сейчас есть также по идее не смогу опнуть или и не уверен что я смогу опнуть чеснок потому что когда я стримил говорили что мне не открыто то с чем он апается вроде бы тут теперь вопрос хочу ли я библию или ножи или жаза у библии на самом деле хороший план если мне и блин дадут с этим еще тоже проблемы что было бы неплохо если мне предлагали вещи на этом этапе возьму апгрейт чеснока это будет полезнее чем чем крест так тут есть заморозка но сейчас она нафиг не нужна так вода бэтмен идите сюда я экспо сама прилетает я возьму нож чесноком он должен хорошо все отталкивать еще наш может быть клевер уже близко может быть немножко хочу пугать бэтменов взять еще один уровень пока не мир пока тут есть бэтмен эти голуби я не хочу брать самол не еще один играй эти дамажился ну пофиг посидишь постепенно насколько я близко не все еще достаточно далеко карты все-таки здоровья на бэтмен сундуком теперь мне предлагает 2 2 голубя не я мог бы собрать двойного но но не он дропнул сундук прям в меня об креста это нормально еще об чеснока больше радиуса довольно неплохо большой мешок с деньгами наверно сколько он дает 1 кольцо молнии может быть стоит массово стакать минус колдаун и брать получается тогда огненный жезл но на самом деле стакать минус колдаун ради кольца молнии чем такого блин как далеко этот клавиш не очень получается все убивать мне кажется из-за того что так активно иду вперед я недостаточно прокачан чтобы сейчас жить также мне кажется что для того чтобы куда-то активно идти нужен магнит сначала одним из первых предметов и пачка левого у меня еще и нифига нет нормально дамажа типа у меня есть чеснок который на копейку да может платную камня это не очень полезно против живучих врагов вместе нажал который по большей части летят не туда потому что я отхожу от врагов и кроме этого молнии которые бьют рандомных врагов что не очень помогает когда мне нужно конкретных убивать так что мне кажется этот ран скоро закончится и также мне кажется что этот дед с чесноком не очень хороший чаш играет креста хорошо у этого но видимо все таки не по всему уровню она ее собирает ладно а хотя нет она просто очень долго летит кто-то еще нож библия мне нужна была у тебя там и все еще аншот на и еще наш последний смотрим все кнут клевер просто лежит хорошо взять выбросить не ну я возьму и то чтобы от силе поможет нам сейчас ну ладно может быть ты перестанешь перестал придется брать чеснок потому что остальное никак не очень помогает теперь добраться до второго клевера просто потому что я могу как бы еще 10 процентов удачи не лишний а не брать сундук с этого бэтмена если он будет а или пенс нахер блин ситбокс и в этой игре немножко не соответствует и ее день боев это основной минус я не дойду до клевера дойду но я не уйду не выйду из этой комнаты скорее всего набрать побольше золота перед тем как крепится то что это я наконец этого рана кто бы мог подумать что против орд всякой нежити вонючий дед это не самый лучший персонаж ладно можно взять плюс 3 процента опыта кстати проклятие увеличивает скорость очки здоровья частота появления врагов что тоже кстати хорошо потому что больше врагов это собственно больше врагов больше экспо наверно нет я возьму нет я не возьму еще колдауны я возьму еще урон и гол еще разок вопрос только тем все таки нравится плюс один снаряд но также мне нравится минус время перезарядки оружия больше снарядов за каждые 20 уровней тоже хорошо но тут какие-то стартовые пушки непонятные также на этого скелета мне не хватает не хватает денег наверное просто плюс 10 процентов опыта за каждые пять уровней более быстрая прокачка очень очень помогает и на этот раз на этот раз что я не буду брать святую воду я из этих трех вариант возьму огненный жазу и буду брать минус куда мне соответственно хотя конечно святая вода с магнитом сочетается что полезно а кнут я явно хочу апнуть и я хочу идти наверное сторону знак вопрос потому что я не знаю что это хотя что такое череп я тоже не знаю может быть это какой-то предмет которого я не видел наверно пустой флянд до бычи сердце реген дает интересно не жазу фляндли в апгрейда не она кольцо молний типа я умираю на 15 минуте когда огромнейшие толпы врагов спавнится против них опнутое кольцо молнии будет очень хорошо потому что она именно что огромные толпы отлично расчищает так что может быть моя цель это вкачать кольцо молнии до до 15 минут что не очень хорошо получается по-крайней мере в качать его до какого-нибудь там не знаю что вы седьмого восьмого уровня типа апгрейд ну хрен с ним там проблема в том что сундуки не выпадают когда надо но само кольцо чтобы дамажа стоит качаться я вот точно не помню мне кажется так я вообще пытался не это открыть надо мне кажется в чате писали что для жезла нужно хрень на минус кодаун но это не точно до угла же за в смысле но по крайней мере для него явно стоит хрень на минус кодаун в том плане что он достаточно медленный но хотя не 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 стоп минус кодаун это и джаза тогда что на 2 до шпинат может быть люблю но из-за этого я возьму кнут еще один то что начало против таких вот эпичных то у бэтменов и всяких там зомби кнут очень хорошо их чистит он перестает быть очень крутым когда идут сильно более живучие вроде еще дома кжа за но если для угла же за нужен шпинат он тут есть я как раз даже примерно в ту сторону ту сторону еду матман я бы все-таки хотел клевер и кресты как минимум я бы хотел клевер и кресты потому что клевер по лизинцам по себя ладно чеснок вряд ли бэтмен и вряд ли так что просто жазу дальше а он недостаточно ауяшин чтобы что-то делать огромными толпами под конец не заморозка чем нет дупликатор там конечно был крест но дупликатор слишком полезен это что ланшот все на экране хорошо удобно я хочу взять магнит потому что он позволяет быстрее качаться и брать больше всего другого полезного и я в любом случае возьму пустое сердце сверху могу по крайней мере взять то есть даже если я возьму одну шмотку не улучшающую мои пушки я все равно смогу в теории улучшить самой пушки в теории единорный но кольцо так я хочу чуть-чуть пофармить этих чуваков еще дупликатор или все-таки радио сбора радио сбора позволяет быстрее качаться так что так что его лучше раньше взять а плюс снаряд конечно повышает мой дпс но прямо сейчас у меня нет проблем с дпс проблем с дпс у меня есть через десять минут так одна не хотел это подбирать она сама притянулась я тоже не хотел подбирать проблемы магнита так насколько я к чему-то близко условно близко к шпинату и вот аж 3 хотя за нижним я наверно не пойду по крайней мере пока что мне нужно все-таки брать еще пару пушек я думаю библия плюс крест может быть крест плюс что-то также мне для того чтобы брать еще пару пушек нужно еще пару левого в по крайней мере они четко как-то не особо берутся и мне не предлагают хорошие пушки не предлагают апгрейды кольца молнии что вполне неплохо но также голуби который не очень нужен еще радио сбора немножко собирать бэтмен который тут был рикнулся уже run трассер мне кажется нет кажется кнут из этого плюс урон делает его заметно сильнее заметно сильнее немножко бежал во врагов дополнительные снаряды еще макей не брать сундук со следующего баса пока я не вкачаю что-нибудь наверно такой план что у меня близко к прокачке уже за ближе всего в принципе у меня есть для него другое дело что прокачанный жазу он конечно прикольный но не знаю не уверен что он прям настолько хорош могу тогда докачаем его макей просто экспо это просто хитбокс и на минус половина хп еще жазу потому что урон мне сейчас нужно чем-то эти бэтменов пробивать или мне нужно от них уйти тоже вариант не очень вариант когда меня так сбирают но по сути я большую часть этих бэтменов убил за остаток скорее всего будет левел за богомола будет сундук и если этот левел даст мне апгрейд джазу у меня за остаток не было лево ну короче мне нужно еще один апгрейд джазу и потом можно сундук брать по моему так или даже не даже нет у меня уже уже обмотезу когда мне просто нужно убить этого богомола что конечно легче сказать чем сдавать вот еще кнут радио сбора у меня вроде бы и так неплохой и да улучшенный жазу 200 денег теперь он стреляет непрерывно это правда не то чтобы прям супер-мега сильно помогает огромные толпы скелетов не святой воды не хочу мне кажется могу и лапнуть но нет это молния хочу огромные толпы скелетов это огромная куча экспо и это хорошо а второй ап дупликатора до огненный жазу как-то слишком не супер так что его в последнюю очередь а потекнут жазу это может быть топор тоже была бы хорошим планом Кольцо молнии явно. Еще жазов. И еще кольцо молнии явно. Кнут. Как много экспосатой волны скелетов. Если есть магнит. Топор в принципе может быть вариантом. Но не. Крест. Вот это вот я хотел. Так что да. Крест ясно. Проблема в том, что он сейчас не обнутый. И ничего особо не делает. Кроме звуков. Ладно. Я все-таки пойду в сторону шпината. Который уже достаточно близко. Но в идеале пойду собираю экспо. Так ближе верхний, да. Бэтмен. Дропнул сундук. Отлично. Если огненный жазов АП с шпинатом, то по сути мне еще один уровень нужен. И добежать до шпината. О. Опять эта хрень. Я все еще не уверен, что это кроме того, что минус глаза. И плюс деньги. Полоска приема приема не восстанавливается. То есть мне нужно убивать достаточно врагов. Может быть. Окей. Взять. А-а-а-а. И-и-и-и. Меня зажали. Я недостаточно атакую вниз. Выйду? Нет, не выйду. Блин. Проблема кнутов. Они бьют вверх. Типа, если бы входы в эти загоны с предметами были сверху, то я бы вообще без проблем вышел. Но так, у меня основной дамаг поблизости — это кнуты. Основной ауешный дамаг поблизости. И если враги снизу от меня, и мне некуда уходить вверх, то немножко рип. Печально. Я не уверен, что с этим можно было бы сделать. Кроме как не брать кнуты. Но мне, блин, хочется брать кнуты и вкачать их. Священный Жезл больше всего урона нанес. Но опять же, блин. Я бы хотел к этому моменту иметь не апгрейд Жезла, а апгрейд Кольца Молнии. Или апгрейд кнута. Или апгрейд, не знаю, там, еще чего-нибудь. Но Жезл — это самое... Из всего, что у меня было, это, наверное, самое неинтересное в плане апгрейда. И неполезное. Я не знаю, как капается Огненный Жезл и как капается Крест. Но Кольцо Молнии было бы значительно... И как капается Кнут, я тоже не знаю. Но Кнут сам по себе значительно полезнее, мне кажется, чем Волшебный Жезл. Хотя урона он нанес меньше, но также он, блин, прокачан слабее. И... Ну, кстати, нет, по времени он был у меня дольше. Потому что Жезл потом мапнулся. Ну, в общем, да. Непонятно. Ну, у меня еще 1300 денег. Можно немножко метапрогрессию потыкать. Еще уровень жадности, чтобы набирать прям совсем много золота. И побыстрее все вкачать. Я думаю, да. Но также на этом я, наверное, все-таки закончу на сегодня. Продолжим когда-нибудь в следующий раз, надеюсь. Может быть на стриме, может быть на видео. Я еще не решил. Ну, и я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok